В самостоятельные путешествия занимаемся, мы ездим в самостоятельные путешествия? Друзья, всем привет! Меня зовут Либомир Борода. Уже шестой год мы самостоятельно путешествуем на автомобиле по Украине. Так случилось благодаря, наверное, коронавирусу, что в последний год мы стали больше выбираться на природу с палатками. И так как ездим часто, сформировался какой-то перечень вещей, гаджетов, каких-то приспособлений, которые упрощают нам наши поездки и, так сказать, делают более комфортным наше путешествие Ну и какими-то своими находками хочется своими поделиться, я решил сделать небольшую серию видеороликов, пусть их там будет 3, 4, 5, не знаю сколько получится И рассказать о тех гаджетах и приспособах, которые мне больше всего запали в душу, вам В сегодняшнем выпуске речь пойдет о компактных гамаках от украинского производителя компании Гнездо Чем удобны компактные гамаки? Тем, что их можно взять с собой куда угодно, хоть на велосипед, хоть в пеший поход Но мы больше занимаемся все-таки автотуризмом, но это не мешает нам брать такие гамаки В чем их удобство? Как я уже сказал, весят они очень мало, где-то полкило, вот этот вот мешочек Компактно складываются, может даже поместиться, если хорошо сложить, в поясную сумку Но в то же время данный гамак выдерживает до 300 килограмм, согласитесь, это круто И не нужно никаких там дополнительных средств, каких-то приблуд для того, чтобы этот гамак быстренько разместить на природе Лечь в него Насчет спать не знаю, многие говорят, что кому-то холодно, кому-то спина затекает Но поваляться, подремать, почитать любимую книжку, очень круто Почему держу в руках два? Вот такие гамаки компания Гнездо уже не выпускает, это версия номер один у них была Сейчас они делают гамаки такие В чем их разница? Здесь мы видим просто обычный мешок, кармашек, в котором аккуратненько сложен гамак Гамак и все В этом же гамаке компания предусмотрела многофункциональность такую То, что этот гамак может быть не только гамаком, но он может являться еще и тентом И какой-либо подстилкой, либо одеялком, укрывашкой, как это можно назвать То есть вы можете расстелить его на пляже, на природе, на пикничке Также можете повесить как тент от солнышка и использовать в качестве гамака С этим все понятно Про этот гамак расскажу немножечко подробнее В отличие от предыдущего, у этого гамака компрессионный мешок Компрессионный мешок с функцией roll-top, так сказать То есть с этой стороны мы видим, что мешочек у нас зашит С этой же Он имеет как карман, отверстие, куда мы вставляем наш гамак И можем его плотно скрутить Скомпрессировать, так сказать И застегнуть на фастекс Чем удобны вот эти застежки фастекс? Тем, что за них же мы можем прикрепить этот гамак на руль велосипеда На пояс, в качестве как поясная сумка он у вас будет выглядеть и сильно не мешать Также на какой-нибудь рюкзак или сумку Крепить можно вот таким образом фастексы, а можно вот таким образом То есть сделать его более компактным Он такой, очень гибкий и, видите, можно сложить до минимальных размеров Как выглядит гамак в компактном виде мы видели Давайте теперь рассмотрим его внутренности В развернутом состоянии гамак выглядит вот так Смотрите, вот эта стропа как раз для крепления гамака Либо тента к чему-либо Вот в таком виде мы можем за петелечку, каким-то крючочком Либо за дополнительную веревочку привязать этот тент Либо к багажнику автомобиля Либо зацепить за землю Либо к какой-то веточке Если же это не тент, а гамак Мы просто стягиваем по стропе И соединяем его ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы видите, каких-то суперспособностей и навыков иметь не нужно для того, чтобы сделать такую вот конструкцию А в плане отдыха очень классная штука Как видите, легко В то же время хорошо держит Можно сидеть, читать Залипать в телефоне, если это вам надо на природе И даже поспать А еще у меня есть патреон Друзья, на этом все Огромное спасибо за проявленный интерес Ставьте лайки, дизлайки Пишите комментарии Хочу напомнить вам о том, что у меня есть патреон Где вы можете меня поддержать Условия подписки все есть там Ссылку оставляю в описании Здесь много про него рассказывать не буду Единственное, что хочу сказать Что я очень благодарен каждому, кто поддержит меня на этом проекте Задавайте ваши вопросы Пишите, свистите Всем хорошего дня Чая, кофе, природы, путешествий и вообще С вами был Левомир Ворода До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok